На дворе уже 2020 год, а джихадисты продолжают жестоко убивать людей из-за карикатуры с Мухаммедом. Почему же джихадисты жестоко убивают людей из-за карикатур с Мухаммедом? По двум причинам. Во-первых, ислам не позволяет обычным людям критиковать их Мухаммеда. Поэтому ислам поощряет жестокую расправу над теми, кто вызмеивает и критикует Мухаммеда. Во-вторых, западные политики, педагоги и журналисты в большинстве своем слишком трусливы и безвольны для того, чтобы постоять за себя. Поэтому у них молчание становится золотом при первых намеках на угрозы, что в свою очередь указывает джихадистам на то, что с помощью насилия они могут исполнить любые желания. Что происходит, когда Франция решает показать карикатуры на Мухаммеда для того, чтобы начать диалог о свободе слова в классе? Газета New York Times пишет, «Мужчина, вооруженный ножом, обезглавил учителя в пригороде к северу от Парижа днем в пятницу, а позже был застрелен полицией», согласно официальным сообщениям, цитируемыми французских СМИ. Офицер полиции, осведомленный о нападении, подтвердил сообщение в СМИ о том, что жертвой стал учитель местной школы, который показал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда. Удивительно, что они признают Мухаммеда пророком. Офицер попросил остаться инкогнито в связи с тем, что расследование все еще продолжается. Представитель полицейского профсоюза сообщил французскому телеканалу BFM в пятницу о том, что свидетели видели, как нападающий перерезал горло жертве. По сообщениям официальных лиц была вызвана национальная полиция, которая, обнаружив обезглавленную жертву, столкнулась с нападавшим неподалеку, недалеко от школы. Размахивая большим ножом, он угрожал офицерам полиции, а после того, как он отказал создаваться, в нападающего было выпущено 10 пуль. По словам официальных лиц, прокурор из французского специального антитеррористического подразделения был немедленно отправлен для расследования. Другие источники дополняют картину происшествия и другими подробностями. Вкратце, учитель истории в местной средней школе решил показать карикатуры на Мухаммеда для того, чтобы начать обсуждение среди учеников. Несколько учеников впоследствии пожаловались родителям. Потом 18-летний джихадист решил защищать честь своего пророка путем обезглавливания учителя, крича «Аллаху Акбар!». Как люди во Франции должны на это отреагировать? Что ж, если Франция считает свободу слова наивысшей ценностью и готова постоять за нее, то французские лидеры должны организовать пресс-конференцию и заявить, что отныне все школы должны будут показывать карикатуры на Мухаммеда. Ученикам будут показывать самые различные карикатуры на Мухаммеда, а те смогут высказать свое мнение. А мораль такого решения в том, что вне зависимости, нравится вам или не нравится карикатура на Мухаммеда, во Франции мы не убиваем людей из-за карикатур и несогласий. И я, конечно, понимаю, что раз во Франции джихадисты уже убивают людей из-за карикатур на Мухаммеда, учителя могут бояться за свою жизнь. И это тот самый момент, где на поле появляюсь я, Франция. Я с тобой. Только пригласи меня, и я устрою самые карнавальные презентации про Мухаммеда и карикатуры на него, которые только можно представить. Я, опираясь на самые надежные исламские источники, покажу, что Мухаммед давал указания жестоко убивать людей за то, что те высмеивали Мухаммеда. Я покажу настоящую причину, почему Мухаммед такой чувствительный на критику в его сторону. Все потому, что он самый очевидный лжепророк в истории. Что единственный способ ему сделать так, чтобы его не засмеяли все вокруг до смерти, это жестоко расправляться над критиками. И поэтому теперь и его последователи убивают людей из-за карикатур на Мухаммеда. Молодое поколение во Франции должно знать об этом уже сейчас, чтобы если повезет, если только повезет, они смогли противостоять угрозе ислама, в отличие от поколения до них. Я больше всего переживаю, что раз Франция пережила столько исламских терактов последние годы, молодое поколение могло уже привыкнуть. Когда террор становится нормой, когда люди становятся равнодушными, когда дети вырастают в атмосфере террора, как можно им показать, что существует проблема?